Оружейный салют, почетный караул, поисковый отряд и родственники пропавшего без вести в 41-м году красноармейца. Останки пехотинца Владимира Ермошенкова нашли в конце апреля, а в начале мая сообщили родственникам. Внуки Владимир и Сергей побывали на месте, где смертью храбрых пал их дед. Вспоминают, бабушка до последнего ждала мужа с войны. И вот дождалась. Его похоронили рядом с ней и всеми их детьми. Нам было назначено в Смоленске. Мы приехали туда 11-го числа. По нас сводили на место гибели и показали все, как там, что там происходило. Конечно, там было это все ужасно, очень ужасно. Там нет ни одного сантиметра, чтобы где-нибудь что-нибудь лежало, какого-нибудь металла, осколков или еще что-нибудь. Я не знаю, как они там выживали. Владимир Ермошенков ушел на фронт Великой Отечественной войны из бывшего Новобуянского района. Дома в родной деревне остались жена и трое детей. Последний бой рядовой Ермошенков принял, обороняя переправу через Днепр в районе села Соловьева. Тогда ему не помог даже опыт участия в Советско-финской войне. Историки и археологи уверяют, остаться в живых на этом рубеже было практически невозможно. Тогда погибло около 100 тысяч красноармейцев. Задача у них была архиважная – обеспечить отход двух армий и беженцев. Мало того, что найти бойца, еще самое главное – попытаться узнать, кто это был бойец. Найти сам медальон – это раз. И самое главное – еще удалось прочитать быстро вкладыш с медальона, потому что вкладыш в верхней части сохранился достаточно хорошо. И кимическим карандашом во вкладыш с солдатской медальона четко было читаемо, что это Куйбышевская область, Новобуянский район, ныне Елховский, Ермошенков. Там окончание не очень читалось, но Владимир Иванович читался достаточно хорошо. В этом году это уже второе захоронение пропавшего без вести в Великой Отечественной войне красноармейца Куйбышевской, а ныне Самарской области. В прошлом таких было шестеро. А всего на полях сражений нашли порядка 18 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. 90% – это неизвестные солдаты. При них не были найдены документы. Все ветераны уходят в последний путь за счет государства. Затем за могилами ухаживают местные администрации, так как захоронения получают статус воинских мемориалов. Их можно найти на любом городском кладбище. Это захоронение паспортизировано, поставлено на учет. Содержание этого захоронения в соответствии с законом за счет органов местного самоправления. Также в 2023 году планировано установку здесь памятника. Это будет все согласовываться в любом случае с родственниками, но в соответствии с законом об увековечении памяти. Неизвестных солдат тоже хоронят с почестями в братских могилах. Мемориалы, так называемые поля памяти, регулярно пополняются захоронениями несколько раз в год. В памятные даты – в День Победы, в канун начала Великой Отечественной войны и осенью – после очередного поискового сезона. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok